Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал Футбол Это Жизнь. Сегодня у нас второй выпуск за испанцев в рубрике «Футболисты через 5 лет» и сегодня у нас на подходе Эктор Белерин. Вы выбирали между Сергио Рамосом и Эктором Белерином и выбрали именно испанца из Арсенала. Так что, поехали! Итак, закончится первый сезон за Эктора Белерина. Лондонский Арсенал занял вторую строчку, чемпионом стал Тоттенхэм. Но вот именно Тоттенхэм и Арсенал отстали две ключевые команды, потому что 7 очков отрыва от второй до третьей строчки. То есть, лидерство было именно за Тоттенхэмом и за Арсеналом. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв Арсенал со счетом 2-1. Кубок Англии выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв финале Тоттенхэм со счетом 2-0. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв финале Борму со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграл Ювентус, обыграв в финале Баварию со счетом 2-1 В Лиге Европы в группе G Арсенал занял первую строчку, вместе с ним вышел Реал Соседа Арсенал вылетел из Лиги Европы в 1-8 от Милана со счетом 4-1 Лигу Европы выиграл Челси, обыграв в финале Брагу со счетом 2-1 На чемпионат мира сборная Испании квалифицировалась в первой строчке, но Эктора Белерина в сборную не вызвали на чемпионат мира Итак, на чемпионате мира в группе E Испания заняла первую строчку и вышла вместе со Словенией В 1-8 испанца попался Камерун, они их прошли 1-0 В четверть финале попалась Франция, они их прошли 2-1 В полфинале попалась Германия, они им проиграли 2-1 Чемпионом мира стала Германия, обыграв Италию в финале с счетом 3-1 В матче за третье место встретилась Испания и Словения И бронзу чемпионата мира забирает Испания Итак, закончится второй сезон за Эктора Белерина Чемпионом стал Манчестер Сити, а Арсенал занял 10-ю строчку Кубок Англии по пенальти выиграл Эвертон, обыграв в финале Лестер со счетом 4-3 Кубок Ли Янги выиграл Вотфорд, обыграв в финале Суонси со счетом 2-1 Арсенал вылетел в 1-8 от Суонси со счетом 2-1 Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв в финале Ювенту со счетом 2-1 В Лиге Чемпионов в группе С Наполи и Арсенал вышли в плей-офф Лиги Чемпионов В 1-8 Лиге Чемпионов Арсенал обыграл Барселону со счетом 3-2 Но в 1-4 вылетел разгромно Тоттенкомом со счетом 4-1 Лигу Чемпионов выиграл Манчестер Юнадет, обыграв в финале Мадридский Реал со счетом 1-0 Лигу Европы выиграла Сивили, обыграв по пенальти Манчестер Сити со счетом 4-3 Летом у Эктора Белерина появилась возможность вернуться в Испанию и он согласился Итак, закончился третий сезон за Эктора Белерина Летом он пришел в Мадридский Реал, который закончил чемпионат Испании на третьей строчке Чемпионом стал Атлетико Мадрид Суперкубок Испании выиграла Барселона, обыграв Реал со счетом 3-1 Кубок Испании выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Вилья Реал со счетом 1-0 Вылетел Мадридский Реал в четвертьфинале от Атлетика со счетом 3-3 Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнадет, обыграв в финале Сивили со счетом 2-1 В Лиге Чемпионов в группе С Мадридский Реал занял первую строчку, вместе с ним вышел Байер 0-4 В 1-8 Реал обыграл 4-3 Милан, а в четверть финале вылетел от МЮ, потому что МЮ забил гол на Сантьяго Бернабеу. Чемпионом стал Тоттенхэм, обыграв в финале Баварию со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Водфорд, обыграв в финале Ливерпуль по пенальти со счетом 5-4. Сборная Испании на чемпионат Европы 2020 года квалифицировалась к первой строчке. В чемпионате Англии Тоттенхэм стал чемпионом, Арсенал занял пятую строчку. Итак, закончился чемпионат Европы, на которого не взяли Эктора Белерина. Испания в группе заняла первую строчку и вышла вместе с Грецией. В четверть финале в равной игре испанцы обыграли по пенальти французов со счетом 5-4. В полуфинале испанцы вышли на уже будущих чемпионов Европы на немцев, которых обыграли с счетом 2-0. А в финале немцы обыграли бельгийцев со счетом 1-0. Китай закончился четвертый сезон за Эктора Белерина. Мадридский Реал снова на третьей строчке и снова чемпионом стал Атлетика Мадрид. Кубок Испании выиграла Барселона обыграв финале Мадридский Реал со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм обыграв Уотворд со счетом 3-1. В Лиге чемпионов в группе С из группы вышла только Бавария Бенфика Мадридский Реал вылетел в Лигу Европы. Лигу чемпиона выиграл Манчетер Сити обыграв финале Тоттенхэм со счетом 2-1. В одной восьмой Лиге Европы Реалу попался Лейпциг, от него он и вылетел со счетом 3-0. Чемпионом стал Абаруси обыграв финале Уэстхэм со счетом 2-1. В чемпионате Англии Арсенал занял шестую строчку, чемпионом стал Челси. Закончился Кубок Конфедерации, в состав сборной Испании не попал Эктор Беллерин. Первую строчку в группе заняла Испания и вышла вместе с Италией. В полфинале испанцы обыграли бразильцев со счетом 1-0, а в финале проиграли итальянцам со счетом 2-1. После неудачных сезонов в Испании Эктор возвращается в Омбан, но только не в Арсенал, а в Челси. Закончился последний сезон за Эктора Беллерина. Челси, в который перешел Эктор этим летом, стал чемпионом. Арсенал, его давний клуб, занял четвертую строчку. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв Ливерпуль со счетом 1-0. Кубок Англии выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл тоже Манчестер Юнайтед, обыграв Вестхэм со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Абаруся Дортнут, обыграв в финале Манчестер Сити со счетом 2-1. В Лиге Чемпионов в группе F встретился бывший клуб Эктора Беллерина, это Мадридский Реал. И именно Мадридский Реал с Челси вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1-8 Лиге Чемпионов в Челси попался ПСЖ, они их прошли по забитым голам на чужом поле со счетом 3-3. В четверть финале произошла такая же ситуация, только с Манчестером Юнайтедом. Но в полуфинале уже такой трюк не прошел и вышел в финал Тоттенхэм, обыграв Челс с счетом 3-2. Также обыграв 3-2 в финале Барселона, Тоттенхэм становится чемпионом Лиги Чемпионов. Лигу Европы выиграл Лион со счетом 2-0, обыграв Спортинг в финале. Начальный клуб Эктора Белерина Лондонский Арсенал вылетел в полуфинале от Лиона со счетом 4-2. На чемпионат мира сборная Испании квалифицировалась с первой строчки и Эктор Белерин был внесен в заявку. В чемпионате Испании Мадридский Реал занял вторую строчку, чемпионом стала Барселона. На чемпионате мира в группе F Чехи заняли первую строчку, испанцы вышли со второй. В 1-8 испанцам попалась Германия, они их обыграли 2-0, но в четверть в финале проиграли итальянцам со счетом 2-1. И именно итальянцы с таким же счетом проиграли чемпионом мира французам со счетом 2-1. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. С вами был Андрей Хорев, канал Футбол это жизнь. Подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте, ссылка в описании. Там будут голосования про следующих футболистов через 5 лет. До новых встреч, друзья. До свидания.